Может быть вы, если уже интересовались психологией, есть книга известного психолога Гиппедрейтер, которая по детскому возрасту писала в таком же ключе «Общаться с ребенком как». Ну и поскольку меня попросили не слишком многообразно, а более популярно, то я предложила такое название, чтобы как-то была выемственность у нас в возрастном аспекте. В действительности тема – это внутренние конфликты подросткового возраста, потому что, чтобы разобраться в основных проблемах, как общаться с подростком, нужно рассматривать именно внутренние конфликты подросткового возраста, особенность которых заключается в том, что подростки их не осознают. В силу еще того, что личностно они не развиты, да, собственно говоря, и взрослые, которые с ними общаются, и родители, и учителя, они тоже не подозревают подчас об этих внутренних конфликтах. Поэтому все трудности, связанные с подростковым возрастом, потому что это известная такая формула, что подростковый возраст самый трудный, в основном связан с тем, что существует дефицит понимания подростков самих собой и дефицит понимания их со стороны окружающих значимых взрослых. Значимые взрослые – это те взрослые, на которых подростки ориентируются, мнением которых они дорожат, то есть это и родители, и учителя, и, возможно, какие-то старшие друзья и товарищи, ну и, собственно, свои сверстники. Что можно сказать по поводу науки, которая этот вопрос поднимает? В науке существует как минимум два подхода к проблеме подросткового возраста. Одни авторы считают, что это настолько трудный и настолько непонимаемый в своих глубинных переживаниях возраст, что лучше подростков оставить наедине с самими собой. Вот они какое-то время поварятся в своем соку, со своими проблемами, со своими вспышками гнева, неудовольствия, непослушания, непонимания, что они делают, зачем они это делают и так далее. И придет время, когда они повзрослеют и как-то уравновесятся их проблемы, и все как-то решится. Другая часть исследователей – это наша отечественная школа во главе с Выгодским, Леонтьевым, его продолжателями, культурно-историческая психология, которая понимает эти проблемы таким образом, что они не идут, собственно, из глубин подросткового возраста, из каких-то новообразований напрямую подросткового возраста. А что они складываются в результате определенных взаимоотношений, которые называются социальной ситуацией развития, есть такое понятие. И поэтому важно понять эту социальную ситуацию развития и все-таки строить с подростками взаимопонимание, помогая им решать свои проблемы и понимать самих себя в том числе. Я в этом… Я как бы сторонник второго подхода. И почему? Активный сторонник. Потому что мне в свое время приходилось достаточно много консультировать. семьи, родительско-детские отношения. Меня приглашали в школы общаться с подростками, проводить там занятия по повышению их уровня общения друг с другом или с окружающими людьми. И я убедилась в том, что в первую очередь, общаясь с родителями этих подростков, я увидела, что нерешенные конфликты у подростков они проявляются уже во взрослом состоянии у их родителей. Потому что это как бы такая семейная преемственность проблем. И более того, также опыт показал, что если не решать, не помогать подросткам решать их внутренние конфликты, то они не исчезают. Они только лишь приобретают социально приемлемые формы поведения. А внутренние нерешенные проблемы, они остаются на всю оставшуюся жизнь в виде невротических новообразований, наслоений и так далее. Поэтому, конечно, нужно понимать подростков, помогать им себя понять и помогать им решать их внутренние конфликты и, собственно, налаживать взаимоотношения с ними. Ну, чтобы оттолкнуться от основных понятий, потому что сущность подросткового возраста, чем она наполнена? Она наполнена такими психологическими новообразованиями. Это понятие сугубо такое научное, не надо его бояться. То есть это те психологические образования, которые с возрастом развиваются и в подростковом возрасте начинают наиболее активно проявляться. Я их назову. Это, в первую очередь, развитие самосознания. То есть к подростковому возрасту развитие самосознания начинает приобретать ярко выраженные формы. И подростки многое начинают понимать в своем поведении, углубляться в свои переживания, в свои мысли. И как это новообразование о том, складывается или отдает отпечаток на весь внутренний мир, мы еще раз смотрим. Второе важное новообразование — это понятийное мышление. Понятийное мышление. Речь идет о том, что мышление в детском возрасте конкретное. Оно не может обобщать активно разные предметы, разные явления, выделять общие признаки, чем отличаются эти явления друг от друга, один человек от другого. Маленькие дети мыслят конкретно. Они могут дать конкретную характеристику одному человеку. А вот уже подростки в состоянии обобщать, анализировать, сравнивать поведение свое, своих приятелей, анализировать поведение взрослых. И с этим тоже связаны. Это тоже вызывает определенный взгляд на вещи, которые у подростка проявляются во внутренних конфликтах, во внутреннем конфликте, который он не может до конца разрешить. И третье новообразование это чувство взрослости. Чувство взрослости достаточно известное понятие в педагогической среде и в собственной популярной литературе всегда говорят о том, что характеристику дает чувство взрослости такую, что подросток стремится быть взрослым, а стремится подражать взрослым, потому что он уже чувствует, что он не ребенок, у него есть понимание действительности, которая его отличает от детского мировоззрения. Многие вопросы он может сам решать для себя, находить какие-то ответы, и поэтому ждет от окружающих взрослых, чтобы к нему относились как ко взрослому человеку. Но проблема заключается в том, что когда взрослые пытаются действительно ждать от него взрослого поведения, то есть ответственности определенной за выполнение уроков, за то или иное поведение и так далее, то видят, что он с этим не справляется. И поэтому часто взрослые предъявляют подростку такую дилемму. Но если ты взрослый, хочешь, чтобы мы к тебе относились по-взрослому? Будь взрослым всегда и во всем. Но ежели ты с какими-то вопросами сам не можешь справиться, то значит и не надо требовать, чтобы мы к тебе относились как ко взрослому человеку. и относятся к нему опекающие, как к маленькому, а подросток к этому тоже не готов. Он хотел бы, чтобы его воспринимали уже иначе, и многие вещи ему доверяли. Я здесь хочу сказать, это только прелюдия основных понятий. И хочу вот ту мысль, которую надо было вам сам начать сказать, что этот материал, он достаточно обширный. И все, что мы сможем с вами отсудить за одну лекцию, ну это только лишь такой небольшой экскурс, проблематику. Ну а я постараюсь основные моменты все-таки более конкретно представить. И вот на основе этих новообразований психологических, и тут я должна заметить, что они рождаются не вдруг. Вот подходит подростковый возраст, если кто-то может быть неориентирован, я назову границы подросткового возраста наиболее принятые в литературе. Значит, его подразделяют в самом упрощенном варианте на младших подростков и на старших подростков. Младшие подростки, это 10-11 лет, нижняя граница, и 12-13, это границы младших подростков. А уже с 12-13 до 15-16, 17-18, это уже преимущественно старшие подростки. Хотя сейчас в науке существует представление о том, что подростковые проблемы, которые, скажем, еще лет 40-50 ограничивались 14-ю годами, если взять литературу научную того времени, они начинают встречаться гораздо позже. И мы уже сейчас видим, что некоторые авторы вообще видят подростковые проблемы вплоть до 25-30 лет. Но я скажу больше. Общаясь с родителями, то есть со взрослыми людьми, наблюдая в целом взрослый мир, который меня окружает, я могу сказать, что если подростковые вопросы не были решены и осмыслены подросткам совместно со взрослыми, то они остаются им, подростками, неосмысленными на всю жизнь. И можно наблюдать взрослых людей, которые также ориентированы на подростковую группу своих сверстников. Вот друзья превыше всего. Семья — это так, хорошо. А в 40-50 лет они стремятся к своим группам и не могут от них оторваться, потому что зависимы от группы. А еще одна важная характеристика, их еще на самом деле много, это характеристика такая, что чем отличаются подростки от более раннего возраста? Это тем, что младшие, ну то есть дошкольники и младшие школьники, они в своем развитии ориентируются на родителей главным образом. Что значит ориентируются на родителей? Они строят свои оценки окружающего мира, отношения к себе, к своим сверстникам на основе того, что получают от взрослых. Взрослые считают этого ребенка умным, чем-то там, талантливым или хулиганистым и так далее. Так и ребенок к себе будет относиться. То есть в основном они в плане самоотношения, самопонимания, они ориентируются на оценки и отношения взрослых людей, в первую очередь родителей. А вот с подростком происходит такая важная вещь, что они, в силу того, что они уже многое понимают, и у них появляется критический взгляд по отношению к родителям и к окружающим взрослым. Мы об этом тоже еще поговорим. Они начинают ориентироваться на сверстников. Вот уже в среде сверстников они формулируют свои основные интересы, предпочтения, увлечения и так далее. И поэтому одной из важных характеристик подросткового возраста в понятии ведущая психологическая деятельность, то есть маленькие дети, их ведущая деятельность это ориентация на взрослых, а у подростков ориентация на сверстников. И в данном случае говорят, ведущая психологическая деятельность это интимно-личностное общение со сверстниками. Что значит интимно? Это чрезвычайно доверительное. То есть тот уровень доверия в понимание окружающего мира, самих себя, который подростки, которым уже владеют, они обсуждать со взрослыми уже не могут. Потому что есть определенная возрастная граница. И даже из эстетической точки зрения, из интимно-личностной, они могут, конечно, поделиться с какими-то своими переживаниями, если они доверяют этим взрослым. Но в целом самые глубинные свои чувства, ощущения, они делят со сверстниками. И это очень важно. Потому что интимно-личностное общение, оно глубинные переживания затрагивает. И важно с кем-то поделиться, найти единомышленника, чтобы он поддержал и так далее. Естественно, взрослые, вот некоторые взрослые питают иллюзию среди родителей, учителей, даже психологов, которые работают в школе. А вот быть таким другом для своих подростков, вот подружиться так, чтобы просто открытая душа была в душу, это иллюзия. Можно дружески, можно понимающие, но ставить такую цель, это, в общем-то, нереально. И поэтому, когда мне приходилось наблюдать, скажем, психологов, работающих в школе, выезжают когда-то на природу, в лагерь вместе, и вот эта психолог, она надевает такие же драные джинсы, такие же, так сказать, прически, садятся они вокруг костра и вместе курят. Ну и даже сленг у них определенный, ненормативной лексики. Вроде бы вот я такой вот открытый для вас человек, тоже вот открывайтесь, давайте дружить. И психолог думает, что ах, они тут же и откроются. Нет, они играют в открытость. А уважительное отношение к этому психологу достаточно низкое, потому что подросткам нужен взрослый, истинно взрослый, который, в общем-то, должен быть и мудрее, и проницательнее. И он не должен относиться высокомерно к подросткам, он не должен относиться авторитарно, но он должен быть взрослым. Потому что общение со сверстниками это одно, один опыт. А общение со взрослыми это совершенно другой, который тоже подросткам необходим, потому что там они черпают более серьезные представления о мире, и это для них тоже чрезвычайно важно. Так что, вот я очертила основные образования и основные ориентиры подростков. И теперь назову вам те внутренние конфликты, которые мне удалось сформулировать, и опубликовать в своих статьях. И нужно сказать, что практически, в общем-то, в этом русле люди подходят, многие, к пониманию этих конфликтов. Но, в общем, так, как я сформулировала, это, в общем-то, мое определенное видение авторское. Что, какие, я вам даже сейчас назову основные внутренние конфликты, а потом мы их рассмотрим. В чем их суть? И как помогать их решать, и как в этих конфликтных ситуациях выстраивать отношения с подростками, чтобы они не уходили в противоправное поведение, чтобы они не понимали себя и, в общем-то, понимали нормы, принимали нормы социального общества и так далее. Это первый, это конфликт доверия взрослым. Если хотите, можете их сразу все записать, а потом я поучить, могу обращаться, чтобы у вас уже была перспектива, о чем мы будем сегодня говорить. Значит, конфликт доверия взрослым. Второй важный конфликт, это конфликт ведущих потребностей подросткового возраста. Конфликт ведущих потребностей. Третий, это двойственные чувства. Двойственные чувства, переживания, которые подросток, с которыми не может справиться. И тоже это очень важно ему помочь в этом плане. Третий, четвертый уже, да? Это проблема реконструкции своего физического облика, то есть проблема принятия своей внешности. Потому что в подростковом возрасте никому не секрет, что в течение нескольких месяцев подростки так значительно изменяются в своем физиологическом развитии и психофизиологическом. Что, глядя на себя в зеркало, они и сами себя не узнают. И главное, что пугаются этой новизны и не знают, как к себе относиться. Хорошо это или плохо. Ну и пятый, да, уже теперь. Пятый, это проблема развития психосексуальной функции в подростковом возрасте. Ну вот, когда мне приходится читать такую вот приблизительно лекцию для аудитории, которая рассчитана на полтора часа, то, как правило, до пятой мы уже не доходим, время заканчивается. Потому что все тут вот много. Но я постараюсь покороче. Если что-то будет вам непонятно, вы будете задавать вопросы и уточнять. Итак, конфликт доверия взрослым людям. Нужно начать с предыстории. Развитие ребенка в дошкольный и младший школьный период. Здесь, если вы наблюдаете таких детей, вы можете подтвердить такое мнение, которое существует в психологии, что дети ориентированы, вот особенно вот были проведены исследования с старшей группой детского сада, это 6-7-летние дети. И там было показано экспериментально, что дети не могут критически отнестись к своим даже родителям, то есть к самым близким людям. Может быть, более отдаленным людям они могут какую-то критику говорить, именно потому что так говорят взрослые родители, допустим, критически относятся к своим друзьям, я не знаю, еще там кому-то, к знакомым. И маленькие дети это могут повторять. Вообще маленькие дети, они вот иногда так по-взрослому рассуждают, кажется, что это их собственное мнение. В действительности это скорее то, что они успели усвоить от своих родителей или других взрослых. И вот у детей отсутствует критическое отношение к своим родителям. Эксперимент проводился следующим образом. У ребенка, который по очереди приглашали к психологам, там общение шло, спокойное, нормальное, доверительное общение. И как-то вот спрашивали о том, а потом расскажи о своей маме, о своем папе. И в целом, какие там у вас отношения, чем вы занимаетесь. И в целом характеристика была такая, что у меня родители самые красивые, самые умные, знают ответы на все вопросы. И очень положительно они относятся к своим родителям. Если психолог пытался какой-то факт, зная, что он существует в этой семье, вдруг высветить, ребенок со слезами на глазах, то есть опровергнуть его позитивное отношение, хоть как-то попробовать, ребенок со слезами на глазах, с кулачками набрасывался, говорил, нет, это не так, это неправда, мои родители самые хорошие, самые умные и так далее. Мама самая красивая, папа самая сильная. Вот такой более стандартный ответ. Когда они приходят в младшую школу, вы, может быть, это тоже замечали, если наблюдали за ними, а родители начинают, как это не, может быть, не печально в каком-то смысле, уходить на роль второй скрипки, потому что первую скрипку начинает играть учитель. И дети на него смотрят, вот как на человека, на пьедестале, снизу вверх, они готовы в нем видеть тот самый непререкаемый авторитет, который уж точно все знает, все понимает, потому что они хотят уже учиться, они понимают, что это их новая жизнь, новый социальный статус, и кто их в этом новом статусе проведет? Мама с папой нет, они остались дома, а тут вот учитель. И поэтому к учителю уже, вот теперь же на учителя ориентируясь, они его считают самым умным, самым компетентным, умеющим ответить на любой вопрос. И я это тоже сама проверяла на своих внуках, то действительно это все работает. И тем не менее, когда они уже подходят ближе к подростковому возрасту, и уже начинает развиваться то самое понятильное мышление, критическое мышление. Они начинают сравнивать, анализировать, видеть подлинность слов и поступков, слов и действий, и уже понимают, что эти взрослые, и учитель, и родители, они не такие идеальны, и не такие правильны, и не такие они безукоризненные, какими они им казались только что. И вот это открытие, это уже начало подросткового возраста, понятильное мышление работает, сознание работает, и они уже многое начинают понимать, и вдруг они открывают для себя, оказывается, что взрослые несовершенны. И это для них очень большое, большое такое ранимое открытие. То есть взрослый, который был на пьедестале, вдруг от того, что он был идеальным, и малейшие какие-то проблемы, которые они увидели, ложь какую-то, неспособность что-то решить, ну и еще что-то, очень много всего, что они могут увидеть. Взрослый падает, то, что называется, еще ниже, чем мы уже можем какую-то взвешенную позицию, будучи взрослыми, дать. И критическое отношение ко взрослым начинает у подростков пробивать определенную брешь, они начинают не доверять взрослым людям. и не доверяя взрослым, они становятся высокомерными. Ну да, вы будете мне вот эти слова говорить, а сами посмотрите на свое поведение, как вы себя ведете, придерживайтесь тех самых норм, которые, нравственных каких-то, которые вы предъявляете мне. и подростки начинают это высказывать и родителям, и учителям, ну и всем прочим людям, которые находятся в поле их общения. И вот здесь очень важный внутренний конфликт, который нужно помочь решить подросткам. То есть внутренний конфликт заключается в том, что он хотел бы этим значимым людям, которых он любит, ценит и уважает, отнестись позитивно. Но они не дают ему возможности, потому что он видит их в живость, двуличие в чем-то, еще, 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 непорядочность какую-либо и так далее. И подросток пытается это высказать. Как чаще всего реагируют взрослые? И это их проблемы, и проблема, которую нужно решать взрослым. Взрослые запрещают подростку высказывать это негативное отношение к себе в любой форме, в авторитарной, может быть, какой-то ироничной, может быть, еще какой-то критической форме, или просто закрыть ему рот и говорить, не смей меня критиковать, я взрослый человек, и ты не имеешь права так ко мне относиться. То есть буквально авторитарно, грубой форме. Конечно, это отталкивает подростков. И если такое общение со стороны значимых взрослых превалирует, то есть все фактически так отнеслись, не смей меня критиковать, ты не имеешь права. Так говорят родители, так говорит учитель. Почему так себя ведут взрослые? Потому что взрослым удобно было, когда они были маленькими и видели в них идеал. И они, взрослые, хотят по-прежнему оставаться непререкаемым авторитетом. Но этого уже не получается. И поэтому задача взрослого человека принять критику в свой адрес. Это болезнь. Это действительно может нарушить сложившуюся субординацию отношений. Но надо об этом думать за благовременем. Еще в детском возрасте нельзя преподносить ребенку жизнь идеальной. Уже нужно открывать для него какое-то противоречие. Да, бывает так, что вот этот человек заблуждается или он не все понял, или у него там проблемы, трудности. Готовить детей к тому, что жизнь неодномерна, что она противоречива. И что его самые любимые люди, они тоже внутренне противоречивы. Они могут по-добранному отнестись, принять друзей, вот гости пришли. А потом гости ушли, они начинают обсуждать, что это вот такой недостаток, вот такое дети это наблюдают и видят это лицемерие. И в их глазах это, в общем-то, безнравственные вещи. Вот это тоже важно преподнести так, что жизнь такая сложная. На самом деле мы этих людей ценим, любим и уважаем, но что-то там нам может не нравиться, а подростков может... А почему им прямо это не сказать? Почему в глаза не сказать? И так далее. Вот здесь нужна определенная дипломатия. Здесь нужны какие-то достаточно доверительные отношения. Ну, я по опыту общения со своими детьми и общаясь с подростками, которые мне задавали подобные вопросы относительно их сомнений в порядочности взрослого мира. Я даже вот вспоминаю, в одной школе, в класс 6 или 7, мы там общались, они мне говорили о разных там своих проблемах, вопросы задавали. Ну, как бы вот я представилась, как меня попросили пообщаться с каждым классом понемногу, что если у вас есть какие-то проблемы, вы можете мне задавать вопросы, и мы будем пытаться их как-то обсуждать. И вот среди всего этого там шума, такой гам был, вдруг поднимается рука мальчика, он так... Все обернулись к нему, потому что это был такой неординарный мальчик. Он стал говорить, а вот что делать, если я своих родителей люблю и в то же самое время ненавив? Вот это налицо тот самый внутренний конфликт. Конечно, ему трудно с этим совладать. И, да, пришлось вот с ним общаться, говорить и так далее. Какое должно быть отношение со стороны взрослых вот в этом критическом, в этом конфликте? Ну, в общем-то, не надо продолжать играть роль непререкаемого авторитета. Лучше сказать подростку, да, ты прав. Здесь я проявила слабость. И, наверное, мне не стоило так относиться к этим людям. Я подумаю над этим твоим замечанием. Учитель, например, если ему задают какой-то вопрос, а некоторые пытаются какой-то конфликт, конфликтную ситуацию предложить, чтобы учитель попытался ну, как-то найти ответ. И если он не может найти сразу ответ, то проще сказать, да, ребята, с этим вопросом мне нужно еще подумать над этим вопросом. Но я к следующему уроку обязательно посмотрю соответствующую литературу, и мы его с вами обсудим. То есть лучше вот так спокойно, искренне и открыто сказать, что я что-то не знаю, что-то не понимаю, мне этот вопрос еще не известен. Они для ответа не известны. Но при этом важно, что нельзя, чтобы взрослый человек занимал позицию самоуничижительную. Ну вот я вот так плохо поступила, ты уж меня прости. Нет, вот подростки этого не прощают. Взрослый человек в их глазах должен быть с достоинством, с самоуважением. Да, я имею право что-то не знать, в чем-то заблуждаться. Я могу неправильно поступить, но это жизнь такая. Жизнь такова, что вы не найдете ни одного идеального человека в мире. Всем людям свойственно заблуждаться, ошибаться, и это нормально. Но дальше идет вот такая проблема. Не все взрослые, они в подростковом возрасте не решили для себя этот вопрос. И не все взрослые могут этот мир принять в его противоречии, в его позитивном и негативном столкновении тех или иных явлений. И поэтому взрослые как бы говорят, да, мир плохой действительно. Вот он такой отвратительно ужасный, потому что они тоже так чувствуют. А подростку вот это пессимистическое такое отношение, оно будет давать копилку в его другие проблемы. и отсюда переживание подростков. Мир несовершенный. А как жить несовершенно в мире? Они-то в детстве считали, что мир вообще-то идеальный, совершенный. Мы так его представляли. Поэтому я говорю, с детства надо потихоньку готовить ребенка, что есть противоречия в мире, и это нормально. Чтобы подросток уже подошел к пониманию того, что это естественно. Потому что дальше, если мы будем играть непрелегаемого авторитета, мы идеальные, мы прекрасные, мы хорошие, подросток еще хуже будет к нам относиться, еще менее нас уважать, и он будет искать идеальных людей. И где он их может найти? Вы сами понимаете. Где-то будет искать, ну, я не знаю, среди каких-нибудь там лидеров, каких-то группировок, которые могут для него показаться брутальными, все умеющими делать, и так далее. Поэтому задача взрослого, чтобы подросток не ушел от него, и родителей, и учителей, заключается в том, что нужно подростку раскрыть сущность противоречия этого мира, что он не идеальный, но самое главное, чтобы взрослый в итоге сказал, что да, мир не идеален, но я в нем живу, мне в нем интересно жить, и я этот мир люблю, и вот это нормально, любить противоречивый, не идеальный мир. И вот это как раз то, что подростку и нужно. Ему нужна сильная позиция, пример сильного человека, который может быть счастливым, или же, ну, в какой-то мере счастливым, в этом сложном, не идеальном, противоречивом мире, потому что он никогда не может быть идеальным. Он всегда будет противоречивым. И вот если мы внутренне сами для себя эту проблему решим, и не будем показывать свой пессимизм, свое удручение, что вот да, нет справедливости в мире, никогда ее быть не может. Да, вот он, мир такой. В этом вся глубинная философия. Поэтому, общаясь с родительными детей, с которыми приходили на консультацию, я в первую очередь работала с родителями, чтобы они не надеялись сами на то, что где-то можно найти справедливое, уникальное общество, которое будет, так сказать, самым, ну, так сказать, идеальным. Вот такая философия. И я говорю всегда, подростка нужно ввести во взрослый мир несовершенный мир и дать ему пример счастливой жизни в этом несовершенном мире. То есть здесь, конечно, нужен счастливый взрослый, который, несмотря на все его там перипетии жизненные, в общем-то понимает, что другого мира нет, и счастья другого не будет. Поэтому надо вот начинать с себя, решать эту проблему. Так, здесь вам все как бы, не нужно дальше ничего углубляться. Так, понятно, да? Теперь конфликт потребностей. Ну, одна из ведущих потребностей подросткового возраста, я вам ее уже назвала, это стремление общаться со сверстниками и интимно-личностное общение со сверстниками, ведущая потребность. Но наряду с этим, конечно, у нас еще масса разных потребностей есть. Но вот важно выделить те, которые в подростковом возрасте вступают в противоречия. И для него они важны и существенны. Это на чувстве взрослости, на том, что он уже понимает и многое осознает. У него появляется потребность в независимости. То есть осознает что? Здесь важно сказать. Осознает особенность своей индивидуальности. Он уже увидел, что его друзья, товарищи, приятели, все окружающие люди, с которыми раньше они как бы были единомышленниками, одинаковые герои им нравились, одинаковые книжки, и там те или иные были какие-то негативные отношения к чему-то. А теперь они, он и видит, и они видят, что у них открывается свой внутренний мир, который не похож даже на ближайших друзей, на сверстников. И подросток начинает задумываться о своем «я». Вот отсюда начинается самоотношение развиваться. Кто я? Какой я? Что меня характеризует? И чем я отличаюсь от других людей? И он открывает для себя через развитие своего самосознания свой внутренний мир, свое «я». Но нужно сказать, что это происходит не в одинаковой степени со всеми. То есть есть подростки, которые уже как-то задумываются, у них мышление работает, и они вдумчивые, и так далее. Но есть подростки более легкомысленные, что ли. Они об этом не задумываются, живут так скорее вот на такой поверхности. И я даже не знаю, с чем это, ну до конца не знаю, в каждом конкретном случае, с чем это связано. То ли такой образ жизни ему дают примеры взрослых, ко всему относиться более легко, не задумываться, не углубляться в свои переживания. Ну а есть и другие, которые рефлексирующие, которые задумываются, и когда они понимают, что среди окружающих взрослых и среди сверстников нет человека, который бы полностью соответствовал его внутренним переживаниям, его оценкам окружающего мира, приходит ощущение одиночества. То есть я вот один такой, и никто меня не понимает. У меня нет единомышленников. И отсюда тревога возникает. Потому что еще, согласитесь, в 12, 13, 14 лет человек еще не может стоять на своих собственных ногах и как-то понимать, и принимать какие-то решения. А как жить одному в этом мире? Когда вот рефлексирующие подростки приходят к таким вот переживаниям, это, в общем-то, приводит к каким-то нежелательным действиям, поступкам. А вот такие подростки как раз и реагируют на те самые сайты. Вот Синий Кит, еще что-то, ты одинок, мы тебе поможем и так далее. И еще как-то играют на этих его переживаниях, вовлекают его. Поэтому, конечно, мысли о суициде, о нежелании жить и такие прочие вещи, которые начинает переполнять человек. Что с этим важно? Какие предпринимать? Какое общение должно быть, чтобы с этим можно было справиться? Подросток пытается замкнуться в своем мире, не допускать никого в свой мир. И это выражается в том, что он по отношению, скажем, к взрослым, к тем же родителям, которые пытаются узнать, где он был, что он делал, ну и как бы, чтобы контролировать его, ну, не следовайте мне вопросов, на которые я не хочу отвечать. И вообще отойдите от меня, не мешайте мне, в общем-то, жить. И, конечно, кому он будет так отвечать? Конечно, тем взрослым, которым уже возникла недоверие. Вот из предыдущего конфликта, который он уже испытал. Поэтому это все взаимосвязанные конфликтные переживания. Если взрослый открыл ему противоречивый мир, показал, что он не идеальный, что это нормально, естественно, то к такому взрослому он будет более расположен и с большим доверием относится. Но в то же самое время он хочет, чтобы и взрослый к нему относился с доверием. А взрослые его постоянно контролируют. Вот это его раздражает. И какой здесь возникает психологический феномен? Он еще неустойчив, подросток. Он еще сам себе до конца не верит. А тут еще и взрослые говорят, ты куда-то идешь, в какую-то компанию, с какими-то там ребятами будешь встречаться, а что это за люди? И могут и запретить, и могут еще высказать свое недоверие. А подросток так, мне не доверяют, и он внутренне сам себе может не доверять. Вот этот феномен явно проявляется, когда консультируются родители и дети. Когда взрослые доверяют подростку, говорят, да, ты можешь пойти посмотреть, увидеть, что это за люди, и если они тебе понравятся, это интересно, а если не очень, ну, значит, как бы через тревогу, через какие-то так свои сомнения, в общем-то, если взрослый разрешает или доверяет подростку самому разобраться в той или иной ситуации, он действительно разбирается. Он действительно приходит домой и говорит, да, там были не очень интересные люди, да, там такая компания, мне там не интересно. Именно потому, что он сам себе доверяет, и он понимает, что родители ждут от него умения разобраться в ситуации, и он не самостоятельно начинает разбираться. Но это, конечно, происходит не совсем, не в одинаковый мир. Поэтому всегда есть индивидуальные различия. Поэтому, конечно, я говорю о каких-то вот углублениях, о каких-то ярких моментах, но здесь уже нужно смотреть на индивидуальные различия. У каждого по-своему происходит. Но исходить из основных принципов, что, в общем-то, лучше подростку доверить что-то, в каком-то вопросе разобраться, нежели высказать свое сомнение, что вот я не верю в твои возможности, я тебе не доверяю. Вот это такая грань, которую нужно чувствовать. И поэтому, когда мы говорим о потребности, вот конфликт потребностей, значит, мы ее, одно из потребностей мы уже определили, это потребность в независимости, потребность в том, чтобы ему доверяли, потребность в самостоятельности, я сам могу, я хочу и так далее. Но вместе с тем вот приходили там на консультацию родители, говорят, да, мы ему доверили. Он выиграл олимпиаду в своей школе, потом ему нужно было ехать на эту олимпиаду на следующий уровень или этап уже в другую школу, в другом районе. И когда мы решили ему помочь, там разобраться, где эта школа находится, там в интернете посмотреть, он сказал, не надо мне внедряться, не надо мне вешать, я сам разберусь. Вот такую самостоятельность проявил. Ну, и родители доверились ему и сказали, ладно, хорошо, разбирайся сам. И он уехал. Через два часа он возвращается весь в слезах, он не нашел эту школу. И на кого он набрасывается? На родителей. Вот вы мне не помогли. Понимаете? То есть у него двойственное было ощущение, отношение. Он хотел и самостоятельность проявить, и в то же самое время ждал и помощи. В чем здесь конфликт? В том, что подростки свою потребность в независимости, в самостоятельности осознают. А вот у них есть наряду с этим потребность в поддержке, в помощи. И чтобы ему помогали еще. То есть потребность в помощи, в поддержке. А родители не понимают, что если есть потребность в независимости, то и потребность в помощи, в поддержке тоже есть рядом. Они этого еще просто не знают. Некомпетентны. Поэтому как нужно здесь действовать? Независимость принимать и, очевидно, каждый демонстрировать, да, я тебе доверяю. А помощь и поддержку нужно оказывать из-под вы. Потому что если в глаза мы ему скажем, ты вот в прошлый раз ошибся, и в этот раз я тебе не доверяю, дай-ка я вот вместо тебя все там сделаю, и вот так. Это будет внутренний конфликт у подростка. он не хочет, чтобы ему, чтобы его опекали. Но вместе с тем неосознанно он этого ждет. Вот это тоже очень важный тонкий момент. То есть здесь нужно уметь удовлетворить обе потребности, потому что они ведущие, значимые в его развитии. Одновременно. то есть пройти по лезвию ножа между двух огней. И как это сделать? Это действительно сложно, но если мы знаем, что здесь есть проблемы, мы будем над этим думать, будем задумываться. Я могу привести пример, часто я его привожу, он такой достаточно типичный. Вот и подросток, скажем, как осуществить независимость, сказать, да, я тебе доверяю, вместе с тем помощь и поддержку оказывать. Скажем, подросток говорит, вот я, вот вы в моих вещах здесь не роетесь, не заходите в мою комнату, здесь у меня все такое очень важное, если вы это будете трогать, я потом не найду, ну, в общем, короче говоря, он хочет, чтобы его жизненное пространство было только для него и чтобы родители туда не заходили и, в общем-то, ничего там не трогали и не видели. Да, это важная вещь. Жизненное пространство для подростков надо его уважать. Если он чувствует, что это пространство уважают, не внедряются без его разрешения, он будет к нам, к взрослым, относиться с большим уважением, с доверием, в конце концов, он начнет нам доверять настолько, что будет и разрешать эти вещи. Но вначале, когда вот есть такое конфликтное противоречие, он требует, чтобы его пространство уважали и вообще не заходили в его комнату. Ну, хорошо, а как же ты там будешь сам убирать, протирать пыль? Да, это я буду делать все сам. Ну, проходит время, неделя, вторая, а там запустение и пыль, и грязь и все прочее. Прийти и убрать без его разрешения, это будет нарушить договоренность. Не стоит этого делать. Нужно подойти как-то дипломатично. Ну, например, как? Ну, я это тоже проделывала, поэтому делюсь своим собственным опытом и, собственно, рекомендую родителям. Я говорю так, в какой-то момент, да, вот мы с тобой договорились, приходит он откуда-то там из школы, из тренировки, там, с друзьями и так далее. Я говорю, да, несмотря на то, что мы с тобой договорились, что я не буду входить там в твою комнату, прибирать там твои вещи, но я вижу, что у тебя, в общем-то, не хватает времени убраться. И тут у тебя и уроки, и тренировки и так далее. А ты, а у меня как раз сегодня была возможность. И ты уж меня извини, я вошла в твою комнату и там прибралась. То есть, с его, как бы, разрешения. И он это воспринял спокойно. Да. Тут мне из аудитории всегда задают вопрос. Да, так вот, он так и привыкнет и будет ждать, что мама будет все время убирать. На это я отвечаю, нет. Я сделала один шаг и я говорилась, что только лишь потому, что у него в данный момент много времени уходит на какие-то дела, а у меня только вот в этот день была такая возможность. И я соблюдаю договоренно, что ты там будешь сам убирать. Конечно, это в определенной степени дипломатический ход. И я понимаю, что приучить подростков самостоятельности и убирать, и следить за своими вещами, мыться вовремя и так далее, это не одного дня задача. На это должно уйти какое-то время. У каждого по-своему. и как показывает практика, на это уходит месяц и даже год. Пока до самостоятельности полного контроля над своими вещами человек. Где-то к юношескому возрасту, если мы вот так дипломатично будем выстраивать отношения. Но здесь главное, что мы не разрушаем его доверие, доверяем, принимаем его самостоятельность, а помощь оказываем из-под воль. Вот в чем главная проблема. То же самое может делать учитель в школе. Как? Каким образом? Ну, это учителя многие делают, я даже из своего давнишнего опыта помню. Да, если проскочило какое-то ненормативное слово в моем присутствии, в присутствии учителя. Лучше на это не обратить внимание, как будто бы я его не слышала. На что-то закрыть глаза и так сказать пройти мир. Поддержка может оказываться и в другом плане. Мы видим, что ученик старается и так далее, но что-то у него слабость, неуверенность, тревожность. Надо пойти ему немножко навстречу, не такие требования предъявить, как ко всем, потому что он тревожный, надо его как-то немножко успокоить, не каждый раз забивать его строгостью и двойками. То есть помощь они чувствуют, дети, что на что-то закрыли глаза, что-то пропустили мимо ушей, но они видят, что это все равно учитель отслеживает. Но они потом такого человека более уважают, потому что тот, который сразу бросается в бой, ах, как так, вы такие слова употребляете, ах, вы так плохо себя ведете. Это, в общем-то, открытая битва, она не нужна. Вот лучше как-то тактичность проявлять в этом плане. Конечно, если острая ситуация, и как мне рассказывала одна учительница, когда я с учителями, я вот с учителями очень долгое время работала в институте повышения и инфликации работников образования, они мне очень много приносили примеров из своей практики. А в пятом классе, говорит учитель, вдруг поветрие, ненормативная лексика, и вот все они это все усвоили, и тут-то-то этими словами бросаются, причем уже в открытую и так далее. И я, она говорит, провела с ними такую спокойную беседу, не ругая, не выстыживая, просто объяснила смысл популярных самых слов, которые они употребляют. И вот главный аргумент, который на них подействовал, что употребляя это слово, вы оскорбляете свою мать. А для них это было открытие. И все, и больше каких-то моментов, много говорить об этом она не стала, но главное найти какую-то болевую точку, которая на них подействует очень активно. И она говорит, что да, действительно, по крайней мере, в ее присутствии она уже больше ничего не слышала подобного. То есть надо пресекать какую-то вспышку чего-то, да, острую, да, и тут уже какая-то другая должна быть дипломатия. Так, значит, противоречивые потребности мы поняли, да, так, что с ними происходит, что нужно одновременно удовлетворять противоположные потребности, не оставлять их наедине с самими с собой с нерешенными вопросами. Теперь третий внутренний конфликт, двойственные чувства. Двойственные чувства. О чем идет здесь речь? Я уже немного как-то тут их привела в качестве примера. Речь идет о том, что всем нам, всем людям и самым маленьким детям от самого рождения, ну, насколько там вообще это все можно заметить, вообще, во всяком случае, всем людям присуща такая закономерность психического развития, как ангивалентность эмоций и чувств. Эту формулировку мы можем встретить у наших авторов, вот я у Алексея Николаевича Леонтьева в его лекциях слышала, когда он их нам читал, ну, и в зарубежной литературе это встречается тоже очень часто. Это известный феномен. В чем его суть? Ангивалентность это противоречие. То есть, когда между чувствами и эмоциями, потому что мы эмоции тоже относим, и чувства к эмоциональной сфере, существуют определенные противоречия. Но это очень типичные известные нам ситуации. Когда я только сейчас еще дам определенные чувства. Чувства это длительное устойчивое отношение к кому-либо или к чему-либо. То есть, любовь к родителям, любовь к супругам, любовь к родителям, к детям, ну и в общем-то в целом то, к чему человек привязан и пытает свои устойчивые чувства уважения, гордости и еще чего-то. А эмоции это ситуативные проявления нашего эмоционального мира. То есть, в каких-то конкретных ситуациях, скажем, на фоне того, что я этого человека ценю, люблю, ну скажем, вот родители и дети, давайте так возьмем. Мы любим своих детей, они любят нас, но в каких-то ситуациях, которые конфликтные, которые часто и случаются, в общем-то, прожить без конфликтов, это мы тоже должны с вами понять и принять невозможно. Здесь я замечу, что в моей практике встречались и такие ситуации, немножко отвлекусь, чтобы понять, что некоторые люди идеализируют жизнь таким образом, что говорят сами для себя и требуют от окружающих, что мы ни в коем случае не должны ссориться, мы ни в коем случае не должны испытывать негативных чувств друг к другу, вот в семье, между родителями, детьми, между супругами, потому что это нельзя так, чтобы мы же любим друг друга, поэтому место негативным каким-то эмоциям просто не должно быть. вот это иллюзия и требовать такого от себя и от других это противоестественно, потому что наш мир противоречит и наши чувства и наши эмоции вступают очень часто в противоречие, то есть в какой-то конфликтной ситуации родители, дети, супруги, не знаю, ссорятся друг с другом, испытывают негативные эмоции, вот тот же самый мальчик, который поднял руку и сказал я люблю своих родителей, то же самое время ненавижу, а потому что наверное случаются ситуации, которые его там критикуют, ругают и он испытывает ненависть к ним, но эмоции это ситуативное явление, ситуация конфликтная прошла, появляются новые эмоции, мы уже прощаем друг к другу, уже улыбаемся, уже, так сказать, тише и блажь, а чувство остается, чувство любви, но не все люди это могут принять, вот это интересный феномен, и я в нем многократно убеждалась, ко мне, вот я даже приведу пример, мама приходила, у нее дети подростки, девятый, седьмой класс, и она в консультации, когда я еще консультировала достаточно плотно, говорит, я пришла с тем, что вот мне дети мои грубят, но я подумала так, что если человек заплатил деньги, приехал с другого конца города, значит, там, наверное, не просто грубость, а какие-то очень яркие конфликты, но мы видим, что там действительно элементарная бытовая грубость, там дочь, она мне вот недавно сказала, ну ты мама дура, ну конечно, матери так говорить действительно непристойно, но бывает в каких-то ситуациях, мы и такими словами, еще может быть и похлеще, обращаясь к другу и испытываем такое чувство, такую эмоцию, но мама в шоке, я говорю, хорошо, ну ребенок там обиделся, вы с ним поконфликтовали, да, вы ей запрещаете так говорить, ну это ваше право, но вы же тоже должны считаться с ее эмоциями, она обижена, она рассержена, она же должна это как-то высказать, и я, чтобы она это поняла, говорю, а вот вы с мужем, если ссоритесь, вы как испытываете, какие эмоции, и тут она мне говорит, ой нет, ну что вы, это же мои любимые люди, я и с мужем никогда грубых слов не говорю, и по отношению к детям тоже никогда, и тут я начинаю понимать, что у этого человека должны быть какие-то очень большие проблемы, потому что невозможно жить в одномерном эмоциональном мире, эмоции наши, они не, их нельзя запретить, если вот это вызвало у меня какую-то эмоцию, я естественно ее испытываю, запретить себе эмоцию, конечно, волевым усилием человек может, если он воспитан, как эта женщина сказала, меня мама так воспитывает, у меня родители такие были, что они никогда грубого слова друг к другу не говорили, и вообще не испытывали вот негативных эмоций, и она это требует своей семье, но я не знала еще до конца как подойти к этой проблеме, потому что нельзя запрещать эмоции, в общем, выход этим эмоциям можно дать в какой форме, ну не в грубой, но в культуренной какой-то форме, не через грубые слова, а просто сказать, я испытываю раздражение, гнев, меня это бесит, там я не знаю еще, но на тренингах по высказыванию своих отношений это всегда проигрывается, и с этой женщиной мы еще, я только пытаюсь подойти, понять, как же она выходит из этих ситуаций, и тут она уже засуетилась, говорит, я, извините, должна уже убегать, и мне нужно срочно сегодня к врачу я записана, я на всякий случай поинтересовалась, какому врачу выясняется, что она уже 9 лет стоит на учете у невропатолога, а по поводу чего, по поводу того, что у нее на коже периодически выскакивает экзема, которая как-то медикаментозно приглушается, но потом опять всплеск, то есть психосоматика начинает работать, то есть человек, который что-то в себе подавляет, никак это не рефлексирует, никак не не может осмыслить и высказать другим людям, это начинает уходить в какие-то невротические, психосоматические состояния, так что принять двойственность или эту амбивалентность, как говорят Леонти, эмоции и чувств, это очень важно, но что с этим делать, как к этому подойти, здесь важно еще с самого раннего детства детей в общем-то приучать к тому, что можно испытать негативные эмоции, злости, обиды на самых близких людей, да, дети это испытывают и мы тоже, но мы не должны думать, что это на всю жизнь, надо это ребенку объяснить, ну вот скажем, брат с сестрой там, сиблинги поссорились, и что родители могут сказать, да, он там говорит, я сейчас его там готов этого там брата вот побить, то и все, и так они дерутся, но здесь надо сказать так, да, сейчас вы поссорились, и ты к нему испытываешь злость, вот ты плачешь, ты одежен, да, но когда мы разберемся с этой ситуацией, злость пройдет, и обида пройдет, но ты же все равно любишь своего брата и сестру, да, и действительно любят, и на следующий день они убеждаются в этом, что они, несмотря на то, что они поссорились, вчера, сегодня, и так далее, то есть детям нужно это объяснять, разъяснять и показывать на примере, но ни в коем случае не запрещать, как бы оккультуривать высказывание своих эмоций, и самим это на доме делать, высказывать свои чувства, ведь если вы читали где-нибудь курс конфликтологии, то там речь идет о том, что в конфликтах нужно скорее не другого бичевать, а говорить о своих чувствах, самых гневных, самых болезненных, но уметь их называть, уметь их выражать, и тогда, я так думаю, что невротических каких-то состояний мы не будем испытывать, вот поэтому и с подростком мне, когда мне приходилось в школе вот с этим же самым семиклассником, вот это высказал он, и весь класс загалдел и говорит, да, 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 у нас то же самое происходит, и вот тогда с ними пришлось и такую беседу провести, что, да, мы можем испытывать эмоции, но это не означает, что разрушаются наши чувства, эмоции, они ситуативны, привязаны к какой-то конкретной ситуации, и мы должны с ними, их, совладать с ними, и понимать при этом, что чувства любви, уважения и прочее, что у нас связывают, а это чувство все равно остается. Конечно, нам скажут, но люди вот там разводятся и так далее, да, разводятся, но разводятся как раз те, которые, может быть, до конца не умеют с этой проблемой справляться. И такие случаи у меня были, я одно время вообще консультировала разводящихся супругов в ЗАГСе, и они тоже приходили с этой проблемой. Я понимаю, говорит молодой человек, что это не настоящая любовь, потому что вот уже за 2-3 месяца, что мы живем вместе, я уже несколько раз испытал к своей жене гнев, там еще что-то, злость, а раз и такие эмоции есть, значит, это не настоящая любовь. Вот мне пришлось ему просто рассказать это. Причем мужчины почему-то более вот ригидны в этом плане, а женщины, они как-то эти противоречия лучше схватывают и понимают, что жизнь именно такая. Да, ну и вот, собственно, с этими подростками я им тоже объяснила, что да, вы можете испытывать, но это не означает, что ваши чувства разрушаются. Чувства остаются, и вы должны им верить, своим чувствам. Так, теперь следующий конфликт, мы еще как-то время у нас есть, у нас ничего не ограничивают, да? Нет. А? Нет, 20 часов. Да, да. А у вас потом, после этого что? Ничего. То есть мы можем без ограничения, как бы, да, в этом плане, потому что я привыкла, что звонок звонит, и люди уже уходят. Так, значит, следующее, это проблема реконструкции своего физического образа. То есть есть такое понятие в психиатрии, дисморфофобия, может быть, слышали его. Дисморфофобия, это фобия, это страх, а дисморфо, это изменение внешности, изменение состояния физического. Но в психиатрии там бывают страх уродства, страх еще каких-то переживаний ложных. Но психологи позаимствовали это слово, чтобы это понятие, чтобы более коротко называть это состояние. Состояние, когда человек не принимает свою внешность. Вот с подростками это очень часто случается, и по каким признакам мы можем судить, что они находятся в этой фазе, в фазе застенчивости. Они сами себя смотрят, смотрят на себя в зеркало и сами себя не принимают, и считают, что все окружающие, глядя на них, тоже испытывают неприязненные чувства к ним. И поэтому они боятся, как бы вот подростки, даже в одиночку ходить куда-либо, стараются группами ходить. Как бы в группе это не так страшно. Потом мы видим, надвигают шапку на глаза, волосы, прическу, закрываются. Это тоже говорит об этой застенчивости, о том, что пришло вот это ощущение, даже некоторые говорят, я стыжу своей внешности, я боюсь ее демонстрировать. Вот отчего такое бывает чрезмерное неприятие? Потому что некоторые подростки постояли какой-то период перед зеркалом, они говорят, ну что-то у меня не такой нос, или не такие уши, или там еще что-то хотелось бы изменить. Потому что начинают придирчиво себя рассматривать, и что-то им вдруг не понравилось. Ну, нужно сказать, что в фазе подростковой, мы ее даже психологи называют фазой неуклюжести, действительно наблюдается диспропорция в теле, в чертах лица, ну, эту фазу нужно пережить вместе с подростком. И главное средство здесь – это близкие люди, родители в первую очередь, ну, и учителя. Ни в коем случае не должны проявлять неприятия или негативных эмоций, ну, и некоторые близгливости, потому что это очевидно бывает. Бывает, вот приходят на прием родители с подростками и сравнивают, как они сидят друг с другом. Вот маленькие дети, они рядышком, под крылышком у родителей, а по родственникам сидит поотдаль, и он напряженный, и он сам себе не нравится. И более того, по лицу родителей я вижу, что и они им недовольны, он им не нравится, и он это чувствует. Даже если они не высказывают явно вот так, но они начинают его критиковать. Ну, неважно, кто это, мальчик, девочка. Ты не так одеваешься, у тебя не такая прическа, у тебя вот это плохо, это плохо. Родителям просто не нравится новый человек, который из маленького, приятного ребенка вырос в неуклюжее, такое угловатое существо, которое вот для них тоже неприятно. И в этом-то главная причина. Неосознанно подростки это усваивают, улавливают. И их уровень неприятия себя связан с отношением окружающих. Конечно, там не только родители и учителя прикладывают руку, потому что критических отношений, замечаний со стороны учителей тоже достаточно. Мне ученики очень многие вещи говорили. Но и еще сверстники. Сверстники могут, как это, очень болезненные вещи говорить. Да, но это известные вещи, когда человек чем-то отличается, внешне это замечается, и это становится предметом, либо насмешек, либо каких-то еще неприятных вещей. И на этой почве действительно бывает то, что называется анорексия развивается. Ну вот один случай, психиатр мне рассказал, девочка в 14 лет попала уже в психиатрическую клинику с полным, так сказать, анорексическими явлениями. Там худоба достигла страшных размеров. И он пытался проследить, откуда это идет. И потихоньку с ней беседовал, и вошел в какую-то там память. И оказывается, что где-то лет в 11-12 у них были уроки. Труда их раньше так называли. Как они сейчас называются? Тур, 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 Тур. Что-то я слышал про производственные, как какие-то труда. Ну, не важно. Уроки труда, и там они шили себе что-то. Блузки. И учитель вот этой девочки, увидев ее выкройку, сразу поняла, что она списала у подруги, и говорит, а зачем ты взяла выкройку своей подруге? Ну, там, один к одному. Ведь у тебя же совсем другой размер. Вот сказать, что у тебя совсем другой размер вот в этом возрасте, они так почти и не отличаются. Просто учитель, по всей видимости, просто хотел сказать, что нужно работать самостоятельно. И вот такое слово, обраненное, что называется, в нужный час и в очень болезненный момент, вызвало у нее такую реакцию, что вот я, значит, наверное, такая толстая, ужасная, не такая, как моя подруга. И вот завелась эта вот пусковая такая штука, которая привела ее к такой болезненной анорексии. Ну и я почему? Что какие-то слова мы произносим, какое-то отношение, какую-то критику даем, а подростки это очень болезненно воспринимают. Но и мне встречались случаи, когда уже молодые люди в юношеском возрасте преодолевали эти свои конфликты. И когда они мне потом по поводу других вещей рассказывали об этих своих переживаниях, то они говорили, что да, у меня были такие переживания по поводу своей внешности, но меня спасла мама. Потому что когда я приходила домой, вся в слезах, меня вот не так посмотрели на меня, не то мне сказали, не так меня вот там вызвали там толстой, жирной или еще как-то. Мама ей говорила искренне, во всей видимости искренне. Потому что только искренность может на человека подействовать убедительно, что ты моя самая любимая, самая хорошая и самая родная. и я вот так тебя люблю, что ты не искренне так, что она отогревалась возле мамы. И вот таким образом она потом внутренне укрепилась в своем самоотношении. Раз меня кто-то любит, вот как рассуждает человек? Он даже не рассуждает, он внутренне, неосознанно это чувствует. Если меня кто-то любит, я сам себя тоже буду любить. Потому что это основание для любви. А если все от меня отворачиваются, испытывают неприятные какие-то ощущения из-под войны, неосознанно, это проникает и в самоотношение тоже. Так что нужно здесь понимать, что подростки могут быть неуклюжими, не очень симпатичными, угреватые, сальные волосы, излишняя потливость. Да, это все не добавляет им прелести, но это мы должны принимать как естественное явление, которое должно у нас вызывать позитивное ощущение того, что человек растет, и что его нужно принять таким, каков он есть. То есть только через любовь и через принятие с разных сторон мы можем с этим как-то, этому противостоять. Но есть, конечно, здесь и много еще других вещей, ну и не будем останавливаться. Так, вот теперь развитие психосексуальной функции в подростковом возрасте. Да, я ничего не пропустила. Да, все. Но это тоже тема очень большая. И в свое время мне приходилось работать в консультации по вопросам семьи и брака. И рядом с нами были сексологи, работали, и все проблемы, которые у взрослых людей наблюдались, можно было анализировать на общей конференции. И какие были сделаны выводы, что развитию психосексуальной функции нужно придавать серьезное значение. Потому что если ее отпускать на самотек, так, дескать, природа сама возьмет, все выстроит, и все будет прекрасно и хорошо. Но уже современный мир показывает, что это не так, что человек все дальше и дальше уходит, вот человечество, в погоне за тезисом, который сейчас очень популярен в мире, это права человека. Права человека. И под этим тезисом мы видим разные вещи, которые, вот скажем, в психосексуальном развитии уходят от природосообразности. Ну, то есть, если человек, вырастая, начинает чувствовать, или ему так кажется, чувствовать себя представителем противоположного пола, то как бы это мне дано от природы, так часто это интерпретируют. И многие СМИ, и даже в ученых, так сказать, в кругах эта идея поддерживается, может быть, это кому-то выгодно, необходимо, чтобы разрушались границы между полами и уходили от природы. Но я сторонник, как принято сейчас говорить, консервативных взглядов на этот счет. Я считаю, что природосообразность во всем, и в природе, и в отношении к животным, и в отношении к человеку, природосообразность, нельзя ее разрушать волевыми действиями, волевыми усилиями, или же просто по желанию, мне так хочется, а я вот хочу экспериментировать со своим полом. Это уже уход от подлинности, потому что природа, я считаю, это подлинность. И, конечно, здесь есть над чем задуматься и о чем говорить, но я бы хотела просто самые общие вопросы относительно конфликта в развитии психосексуальной функции сформулировать. Что наблюдается? Это давно уже наблюдается. Есть известные работы Коно, может быть, кто-то знает такого автора, он в свое время написал работы по сексологии и по развитию психосексуальных функций. Вот в подростковом возрасте наблюдается, но я так полагаю, что это не только в подростковом, это существует в обществе. Но одни люди к этому конфликту, противоречию, о котором я сейчас буду говорить, как бы полностью его принимают и как-то живут с ним, а другие это противоречие решают. В чем противоречие в развитии психосексуальной функции? В том, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной, то есть психология полов, взаимоотношения полов, всегда была предметом обсуждений, переживаний во все времена. Но вот с начала XX века эта проблема стала осмысливаться и в философском плане. В нашей стране еще в конце XIX, в начале XX века известные мыслители писали статьи по этому поводу. Как они сформулировали эту проблему? В том, что в отношениях любви между мужчиной и женщиной существуют две данности. это чувства, духовная сторона взаимоотношений, отношений любви и сугубо физиологическое или психофизиологическое. И вот так складывалось в истории развития общества и то, что, в общем-то, поддерживалось и религиозными структурами, что духовность – это главный человек. А вот физиология, телесность – это нечто неизменное. И поэтому отношения мужчин и женщин всегда вызывали внутренний конфликт. Так что же такое любовь? Нужно любить духовно? Это красиво, прекрасно, это воспевают поэты, это поэтому посвящены романы и так далее. А чисто сексуальные физиологические взаимоотношения – это нечто неизменное. То, что роднит человека с животным. И так, собственно, это и воспринималось и в культуре, и в семьях того периода. Вот конец 19-го, начало 20-го века. И философы, наши мыслители, тот же самый Владимир Соловьёв, не наш ведущий нынешний, а сын известного историка Соловьёва, который действительно философ и в молодом возрасте что-то умер. Но он по этому поводу написал ряд работ, очень интересных работ. И был издан сборник наших мыслителей того времени, который назывался, вышел где-то в конце 90-х годов и больше, по-моему, не переиздавался. Туда вошли работы того периода, и он назывался «Русский эрос» или «Философия любви в России». И там как раз вот эта проблема была поставлена, что в отношениях любви нельзя разрывать духовную и сугубо сексуальную стороны. Они должны развиваться гармонично. Но что мы наблюдаем в подростковом возрасте? Ну, может быть, это как раз и результат того, что в семье, в которой растут подростки, в окружающем мире эти две инстанции разведены. И если мы наблюдаем, в чём это разведённость, это что в духовном плане, скажем, подростку может нравиться один человек, а в сексуальном привлекательном совсем другой. И вот тогда мы видим эту проблему. и она так с ним и растёт, эта проблема. И возрастают взрослые люди, которые духовно их тянет к одному человеку, к одной женщине, к одному мужчине. А в сексуальном плане они испытывают влечение к другим людям. И вот это, конечно, такое противоречие, которое, в общем-то, нужно и можно решать. то есть путём воспитания общества. И когда мы задумываемся над этим вопросом, мы так или иначе должны их уметь понять. Вот уже на современном этапе, если взять так обобщённые характеристики работы по этому вопросу, выделяют три уровня развития психосексуальной функции. А вот именно в взаимоотношении полов, психосексуальной функции. Так, три уровня в плане духовного, взаимоотношения духовного и физиологического начала. Самый примитивный уровень его называют физиологическим. Когда человек испытывает физиологическое напряжение гормональное, и его общество задаёт ему, как обойтись с этим гормональным напряжением. То есть это приводит либо к половому акту, либо к другим способам разрядки этого напряжения гормонального. И если люди растут в таком примитивном воспитании, что они собственно под любовью или под взаимоотношением полов и понимают только лишь вот эту физиологическую сторону, это собственно самый примитивный уровень взаимоотношения полов, который собственно и называют, как его называют, просто физиологический, физиологическая такая, чистый физиологизм. Второй уровень развития психосексуальной функции. Да, и вот этот чистый физиологизм, он чем характеризуется? В общем-то, если речь идет о партнерских взаимоотношениях, то крайне низкой избирательностью. То есть неважно, с кем вступать в сексуальные отношения, даже неважно, что это за человек, какова его личность, главное просто удовлетворение сексуальной потребности. Вот такой грубый физиологизм. Ну естественно, наблюдая за этими людьми, вот когда пишут об этих людях специалисты, они говорят, что это, как правило, люди с ограниченными возможностями интеллектуальными, или же даже с какими-то явными нарушениями умственными. И может быть как раз потому, что ими никто не занимался в этом вопросе. То есть это такое скорее стихийное становление психосексуальной функции. В грубой форме и совершенно неокультуренной форме. Вот второй уровень, его называют психофизиологическим. То есть здесь уже начинает работать психология определенная. И она проявляется в том, что мы наблюдаем определенную избирательность в выборе партнера для сексуальных отношений. И эта избирательность главным образом строится на внешней привлекательности. И вот когда такое популярное понятие бытует в обществе секс-символ, на который должны ориентироваться люди или хотят ориентироваться, или им предлагают этот секс-символ, как бы модель, это как раз в угоду этому третьему уровню. То есть нужно выбирать привлекательного человека по определенным параметрам, как бы выбирают, или еще как-то. но это задается извне, в плане моды, в плане каких-то тенденций, которые существуют в данной структуре общества. И чем характеризуются эти отношения? Они недолговечны, они собственно только лишены всякой духовности. И когда партнеры надоедают друг к другу, они просто расходятся, разбегаются и так далее. И если брак и строятся на такой почве, или на первом уровне, на втором уровне развития психосексуальной функции, то, конечно, они проблематичны и очень недолговечны. Что же касается третьего уровня? Вот третий уровень его называют личностным уровнем развития психосексуальной функции. Здесь речь идет о том, что к такому уровню подходят люди личностно развитые. То есть когда личность пропускает через свою индивидуальность, через свои взгляды, через свои предпочтения и вступает во взаимоотношения с людьми противоположного пола, то речь идет о гармонии между духовным началом и сексуальным. То есть личностный уровень развития психосексуальной функции. Личностный уровень. То есть когда человек настолько развит, что он гармонизирует духовное и сексуальное начало. и сексуальное влечение может возникнуть только к духовно близкому человеку. Если же этот человек духовно не близок, то сексуальное влечение к нему не испытывают. Вот этот третий уровень наиболее гармоничный. Там, где мы видим, что духовная составляющая и сексуальная составляющая очеловеченная через личность, через ее индивидуальные предпочтения, через ее взгляды, мировоззрения и так далее. И духовность наполняется сексуальностью. То есть они опосредуют друг друга. Вот к этому нужно стремиться. Я считаю, что когда я задаю аудитории такой вопрос, причем взрослой аудитории, у нас есть магистранты, учителя, с которыми мне приходилось общаться. Как вы считаете, насколько развито в обществе у нас вот этот третий уровень психосексуальной функции? Многие говорят, что сейчас происходит возврат ко второму уровню в нашем обществе. Потому что духовные ценности уходят на второй план. Вот предыдущие десятилетия, когда духовность в обществе поддерживалась на уровне, даже, я бы так сказала, государственной политики, гармонизация между духовным и сексуальным началом была выше. а сейчас она расстраивается. вот вы думаете над этим вопросом. Я здесь однозначных оценок не даю, но по моему ощущению это действительно так. Еще один важный момент в развитии психосексуальной функции, может быть, с него и надо было начинать, но поскольку понятие психосексуальная функция, как-то я от него оттолкнулась, это психология пола. Относительно психологии пола, это сейчас достаточно такая острая тема, и когда проблема возникает однополых браков, и уже появились статьи по исследованию детей, которые выросли в однополых браков, за рубежом вот в Европе, эти статьи говорят о том, эти наблюдения говорят о том, что это дети очень тревожные, с определенными психопатическими проявлениями, и наверное, это и следует этого ожидать, потому что, конечно, сторонники однополых браков, гомосексуальных отношений, они проникают во властные структуры и, в общем-то, регулируют общество, это, в общем-то, ни для кого не секрет, что поощряют, они заинтересованы поощрять эти тенденции, потому что человек, который, у которого уже развился этот невроз, смешение психологии пола и природой, прирожденного пола, то есть физиологического пола, и психология пола, и физиология пола вступают в противоречие, конечно, это будет всегда внутренний конфликт, и если этот конфликт, кто-то будет, ну, как бы люди пытаются его как-то решить для себя, и даже, может быть, через то, что они выносят в общество, это как норму, таким образом как бы защищая себя и свои проблемы, или распространяя свои проблемы на окружающий мир, я думаю, что они все равно свой внутренний конфликт не решают. Это такое небольшое утешение видеть рядом с собой в себе подобных людей, но эти подобные люди они все-таки глубоко испытывают внутренний конфликт. Ну, есть немало работ, я могу вам посоветовать Александра Лоуна, например, он занимался, он телесной психологией занимался, психотерапевтик. То есть психотерапевтик. Александр Лоуэн. Лоуэн. Лоуэн, да. У него есть работы и по психологии полой, по всем этим отклонениям. Но есть ряд других авторов, просто я сейчас их не называла, я даже не думала, что мы до этой темы дойдем. Рассчитывала только на час, когда меня сориентировали. Но, тем не менее, еще Фрейд говорил о том, что человек, испытывающий проблему в своей половой идентичности, то есть он не знает, кто он по большому счету, или стремится к противоположному полу, или усваивает психологию противоположного пола. Фрейд их называл невротиками. Он говорил, что это невротическое развитие психологии пола. И я, в общем-то, с Фрейдом в этом смысле согласна. Я по многим вопросам с Фрейдом не согласна, но здесь вообще он такой интересный психолог. Между какими-то его проблемами всегда находишь что-то, то, что чрезвычайно актуально в каждом времени, в каждом вопросе. Поэтому все проблемы, связанные с искаженным развитием пола, откуда они идут? Надо понять, откуда. И для себя я занималась у меня диссертация была посвящена взаимопониманию. Я ее делала на супружеских парах. И приходилось консультировать супружеские пары и разные ситуации, которые там возникали, рассматривать. Какой вывод я сделала в этом направлении? Что да, рассматривать историю семьи, что в общем-то конечно проблема идентичности психологии пола, психология пола, да, вот главный вопрос, который обычно журналисты как-то популяризируют, что психология пола дана человеку от рождения. То есть несмотря на то, что он допустим имеет внешние половые органы мужские или женские, тем не менее у него наряду с этим может развиваться психология противоположного пола и, так сказать, это заложено в его генах, генотипе и так далее. Есть такие работы, которые это доказывают, но есть и работы, которые опровергают это. Но в целом, если мы стоим на позициях культурно-исторической психологии развития психики, то здесь собственно мы и должны понять, что психология пола, а об этом еще писал Владимир Соловьев в конце XIX века, что только на уровне человека она отвязана от генотипа, отвязана от природных особенностей, потому что психология человека складывается в обществе. И психология пола тоже развивается прижизненно. И эта тенденция во многих работах она повторяется, и психоаналитики многие, вся классическая психоаналитическая психология это принимает и понимает, что психология пола это прижизненное образование, которое складывается в определенных социальных условиях. А какие это условия? Самое главное одно из условий это то, что начала распадаться семья, как ячейка общества. Когда она начала распадаться? В начале XX века. Как раз с положениями, которые стали принимать страны Европы, и у нас в России потом, и по всему миру, что брак можно расторгнуть. То есть семейные узы можно расторгнуть по взаимному желанию, потому что в XIX век браки не расторгались только если один из супругов умирал или если были какие-то криминальные вещи. А так брак не расторгался, семья, несмотря на внутренние конфликты, проблемы, продолжала жить со своими особенностями. И когда ребенок наблюдает взаимоотношения, что такое пол? Пол это всегда взаимоотношения полов. Пол сам по себе не существует. И когда ребенок наблюдает семью, полноценную, мужчину и женщину, которые взаимоотношения строят с разными своими проблемами, но это психология двух полов. И только наблюдая взаимоотношения полов, ребенок усваивает тот пол, который присущ его природе. А когда семьи начали распадаться, когда они легко могли разрушиться, то появились неполные семьи, появились еще какие-то другие проблемы. И дети во многих странах, и в нашей стране, очень часто видят только какое-то неполное состояние семьи. И поэтому психология пола околеблется, она становится неустойчивой. И в этом есть проблема. Ну и, конечно, вторую проблему на причину называют социологи, это войны, которые унесли очень значительную часть мужского населения, и женщины оказались в одиночестве, воспитывая детей в одиночестве, тоже получились такие проблемы. Поэтому, конечно, мы должны понимать, несмотря на то, что в обществе происходят всякие катаклизмы и войны, и распад семьи, если мы хотим все-таки классическую линию развивать, мы должны все-таки давать ребенку примеры взаимоотношения полов, и тогда он будет идентифицироваться с каким-либо полом, с тем полом, который присущ ему физиологически. Это такая самая простая логика, которую все социологи, все психологи приводят в плане решения этого вопроса. И если задают мне вопрос женщины, матери, которые в одиночестве остались, а что же делать нам? Все-таки есть ли выход из ситуации, когда муж ушел, мужчины нет в семье, а тут растут и девочки, и мальчики, что делать? Здесь женщина может компенсировать отсутствие мужчины таким образом, что по крайней мере не высказываться в адрес мужчин негативно, потому что муж бросил, муж подурец, не гадай, все мужчины такие. Вот эта формула может в мальчике убить желание идентифицироваться с мужским полом. И также можно это все перевести относительно девочек, потому что с девочками здесь немножко лучше ситуация, потому что чаще остаются с матерью дети. Хотя сейчас и мужчины борются за то, чтобы с детьми встречаться, это правильно, надо встречаться, надо отношения хоть как-то поддерживать. Благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ